Политические партии, организации и общественные активисты проукраинско-либерально-демократическое настроение. Есть крыло типа правый сектор, наиболее радикально, а туда дальше вплоть до экологов и феминистов. То есть все разные, все странные, все выясняют отношения, кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то не нравится, кто-то ругается, кто-то не ругается, кто-то с кем-то не хочет общаться и все остальное. Но есть как бы гиперцель, это территориально-целостное государство. Вы объединили вот этих патриотов, но вы пытались слышать и в том числе антипатриотов. Да, мы пытались слышать антипатриотов, но я вам скажу так, что частично наша попытка их услышать потерпела фиаско. Потому что очень многие люди, которые были у меня в кабинете, они сейчас там бегают по Луганску с автоматами и присылают по нашу душу диверсионные группы. Но, опять же, эти люди как бы с самого начала были понятны, что они не договороспособны, но пока мы с ними ввели различные разговоры и кружили хороводы, мы укрепляли силовой вертикаль. То есть, грубо говоря, в тот день, когда... Добровольческий по набору в армию. То есть, уже есть разница, понимаете? Поэтому мы все время шли на шаг вперед. Да, мы обещали, да, мы делали такие, знаете, решения, может быть, неординарные, когда мы пророссийским силам предоставили в том числе помещение облгосадминистрации. То есть, все говорили, ну как это так? Мы говорим, ну послушайте, вместо того, чтобы они будут тут забегать, захватывать что-то, как это они делают в сетних областях, пусть лучше сидят добровольцы. Мы играли, да, мы обманывали, да, мы разделяли, да, мы покупали. Но вы тем самым, может, кому-то и жизнь спасли. Ну, естественно. Но многие, я вам скажу так, что они нас не услышали. Ну, это ж такое дело, приедут назад домой в гробах. Парадокс заключается в том, что все, кто там сейчас бегает с автоматами, у них здесь живут семьи в Днепропетровске. У них дети ходят по улицам. И вы их не преследуете? И мы их не преследуем. А если бы мы были на самом деле хунтой, они бы все поехали в фильтрационные лагеря. И те, которые находятся сейчас по ту сторону как бы занавеса, они бы очень сильно подумали, стоит ли мы этим заниматься.